Вот, ребят, во дворе уже темно. Я приехал с работы и немножко поработал, так сказать. Смотрите, вот рейка покрашена на один стеллажик. Ну, там еще некоторые доработки будут, но это уже попозже. Основной брус, так сказать, покрашен. Вот здесь немножко и вон там главные стоечки. Ну, камера намного получше снимает. Сейчас во дворе темно, капец. А вот в камеру, смотрю, классно. Все видать. Но потом при монтаже, конечно же, еще раз пересмотрю. Короче говоря, погнали, работаем. С вами Александр. Еще работаем. Ого-го, а уже поздно. Вот и я в нерестовой, так сказать. Надо сейчас споймать заказик на завтра. Маленький, не очень большой. Чутка попозже покажу. Но прежде чем заниматься заказиком, надо убрать всю рыбку, которая у меня на нересте. Возможно, вишневого барбуса оставлю. Барбусы суматранцы. Ну, в общем говоря, надо убрать хотя бы вот этих вот тернешек. И попробовать сцедить самочек. Возможно, они за 8 дней наберут икринку. И будем пробовать снова их нерестить, пока молоденькие еще не созрели. Ну, конечно же, посмотрим. Смотрите, коряга переворачивается. Ее там штурмует анциструс. Аж она вот так вот вверх тормашками ходит. Ну и, короче говоря, погнали. Работаем, работаем. Еще раз работаем. Вот и немножечко поработал, так сказать. Полтора часика. Убрал я всю рыбку. Почти всю оставил только барбусов Шуберта. Но они старые и, скорее всего, не отнерестятся. Я так думаю. И наметал немножечко минорчик. Немножечко барбус вишневый. Всех остальных убрал, кто не отметался. И всю тернешку. По тернешке, короче говоря, там 3 самочки только. Вот в этом вот аквариуме. Которые удалось немножечко сцедить икринку. И остальные просто пустые. Ну и также убрал немножечко суматранцев. Еще 3 самочки у меня отметались. И я доволен. Конечно же, доволен как снова. А то я думал, не получу совсем ничего. Но все-таки потихонечку какая-то личиночка все-таки образуется на разводинке. Также я забыл за Данио. Данио надо было вчера еще убрать с нереста. Их здесь так мало, что я просто-напросто за них забыл. Но какое-то количество икриночки вот здесь вот у меня присутствует. Конечно же, я сам виноват. Немножечко я забыл за них. Было бы намного получше, если бы я, конечно же, вчера за них вспомнил. Вот. И опустошил вот этот вот аквариум. Наполнил водой. Кто-то из вот этих вот мечей вуалевых отметался. И немножечко малька я все-таки получил. Скорее всего, я думаю, кубинка. Даже не знаю, если честно. Вот. Они вот у меня здесь. Вот такое вот количество. И также надо их вот сюда вот залить к остальным мечам. Ну, там такое количество, конечно же, приятненькое. Побольше, чем вот эта вот самка отметалась. Но я связываю это все дело с сеточкой. Потому что там немного не такая. Сетка в этом нерестовичке. Она мелкая. Вот видите, вот здесь вот на дне мелкая-мелкая сетка. Для пиццелий, в принципе, нормально. А вот остальной живородке вот такую покрупнее надо. Здесь 5 на 5 миллиметров, а здесь 2,5 на 2,5. Что-то такое. Ну и немножечко даже споймал заказик. Вот видите, минорчик весь прячется вон там за губочкой. Завтра с утра должны их забрать. Не знаю, зачем я аэрлифт установил, конечно же. Ну, пускай будет. А остальная рыбка в доме. Короче говоря, погнал я ее ловить. И уже тогда, скорее всего, включусь. Вот и работа на сегодня, ребят, окончена. Так сказать, уже поздно. Надо ехать домой. И заказик выловим. С самого утра должен человек приехать, забрать его. 20 малинезий, 10 коридоросов золотистых, 15 миноров, 50 неончиков и 50 донюшечек. Всяких разных. Должно завтра уехать отсюда. Маленький заказик, но человек стабильно берет у меня. И вот так вот как-то работаем, так сказать. На сегодня, вот видите, отстаивается у меня артемия. И сейчас покормится рыбешка маленькая. И тогда можно ехать домой. Ну и также вот набрать этот аквариум. Наконец-то я его почистил. Еще с утра я его спустил. И надо набрать. Такой вот коротенький ролик, ребят. Но, в принципе, работы я доволен. Сделал так нормальненько. Смотрите, скалярушка там что-то. Видите, это отбраковочка. Ну и, короче говоря, с вами был Александр. Всем приятного дня. Очень хорошего настроения. Мирного неба над головой. И до завтра, ребят.